МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, в связи с тем, с чем это связано и есть ли там подводные камни? Ведь вырастет пособие в разы? Да, безусловно, пособие вырастет в разы. Вырастет оно, ближайшее будущее наступит на следующей неделе, потому что именно на следующей неделе Государственное собрание Лутвумен, парламент Республики, будет рассматривать закон Республики Сахая-Кутя о денежном пособии для семей, имеющих детей. Кардинально меняется концептуальный подход к выплате этого пособия. Если ранее субъектами, которые, семьями, которые имеют право получать это пособие, были все семьи на территории Республики Сахая-Кутя, независимо от дохода, то сейчас, на настоящий момент, выплата этого пособия, привязанная, можно использовать именно это слово, к прожиточному минимуму. То есть, соответственно, его увеличение произойдет за счет того, что часть населения, которая имеет доход выше прожиточного минимума, данное пособие получать не будет. То есть речь идет о крайне нуждающихся? Если, допустим, у нас сейчас прожиточный минимум 17 388 рублей, то есть мамочка, имеющая доход 17 500, уже не будет. Да, мамочка, имеющая доход, или папочка у нас может и папочка получать подобного рода выплату, имеющий доход 17 500, даже 17 389 уже права на такое пособие не имеет. Соответственно, значит, у нас утвержден на территории республики по двум зонам прожиточный минимум. Соответственно, на основании него у нас утверждены и минимальные размеры оплаты труда, утверждены различного рода пенсии и пособия. Никогда нельзя относиться к прожиточному минимуму как вот в понимании полном этого слова. Прожиточный минимум как таковой. Нет, это условная величина в зависимости от того, какие цены существуют на настоящий момент на территории. А каким образом и кто будет определять нуждаемость в категорию этих людей? В данной ситуации я являюсь, в общем-то, сторонником той концепции, которую высказал и правильного направления, которую высказал сегодня глава республики Саха и Котя. Наиболее четкое понимание по адресности видят у нас сегодня именно главы муниципальных образований поселенческого уровня. К сожалению, по федеральному и республиканскому законодательству полномочия социальной защиты, они отнесены к органам государственной власти. Поэтому в соответствии с указом главы республики, который у нас был издан осенью этого года, по соглашениям с местными органами государственной власти на поселенческом уровне, вот это выявление адресности, оно и передано на уровень местных поселений. Сегодня таким образом, с одной стороны, мы предоставили возможность главам, а именно считаем, что главы поселений на настоящий момент насладеют полной информацией о том, какая семья в каком состоянии проживает. Этим самым обеспечится и адресность. А не получится ли так, особенно в отдаленных районах, там, где маленькое население, в наслегах, в частности, не получится ли так, что по каким-то тем или иным причинам неугодный стал администрацией человек, и он не будет относиться к этой категории? То есть не будет ли носить субъективный характер? Во избежание, вот впервые, во избежание, так сказать, вот этого субъективного подхода, мы говорим о необходимости повышения ответственности, в том числе и глав поселений, перед населением, независимо от того, как проявлялось население при выборах главы. Я понимаю, о чем вы говорите. В данной ситуации есть критерии, ну и, соответственно, уже глава будет все равно базироваться на этих критериях как таковых. А в то же время и главы будут понимать, значит, какую они могут, во-первых, в том числе оказать помощь, если мамочка находится за пределами 17388. Тем самым они будут видеть, ближе понимать население, ну и, соответственно, нести ответственность. Государственные деньги всегда требуют ответственности. Скажите, как вы считаете, вот благодаря такому подходу, смене механизма, уменьшится ли число нуждающихся? – Число нуждающихся у нас не уменьшится однозначно. Марина, да, как бы они и есть. Число нуждающихся у нас может уменьшиться только за счет тех действий, которые мы проводим по созданию новых рабочих мест, значит, по механизму дальнейшей поддержки по материнскому капиталу и так далее. Число же в целом затрат бюджета на количество граждан у нас не уменьшится, но количество семей, которые действительно должны будут получать, они, естественно, уменьшатся. Ранее мы поплатили право на эту заплату, имели все семьи, независимо от, соответственно, возраста, критериев и так далее. – То есть поддержка для семей, которые, ну, будем говорить не о тех, кто, допустим, имеет достаточно большой достаток, да, а о тех, кто, ну, где-то в середине... – Она будет более существенной. Она будет более существенной, например, тогда она вырастет практически в два раза. Если она сегодня там составляет порядка 500 рублей, то это будет там порядка 1000 рублей, да. Я сейчас не буду называть четкие цифры, почему? Во-первых, потому что у нас две зоны по республике, да, разные коэффициенты на отбавке. Ну, вот, значит, например, при районном коэффициенте для северов эта сумма будет составлять 1584. Если прожиточный, если, значит, среднедушевой доход семьи составляет до 5438. Если от 5438 до 17, 1388, то этот будет доход, то этот размер будет составлять 1218. Это для северов, при коэффициенте 2. При коэффициенте 7 на 200 где-то рублей не меньше. – При том, что сейчас составляет? – 300-500 рублей. Вот в такие вот суммы. То есть для нуждающихся это действительно будет существенное повышение. – Ольга Валерьевна, потребуются дополнительные средства, наверное, на эти цены? – На настоящий момент тот законопроект, который внесен Минтрудом, обозначенный вчера на комитете под руководством нашего председателя комитета Юрия Петровича Байшева, был рассмотрен. Этот вопрос, безусловно, задавался. Республика работает в пределах тех денежных средств, которые сегодня есть. На этом бюджете у нас сегодня предусмотрено 1 миллиард 139 рублей. То есть вот мы, когда говорим вообще о том, сколько же действительно бюджет там тратит, и вообще у нас такой большой бюджет, да? Значит, сколько мы, например, тратим на одно только пособие при нашем колоссальном бюджете? Вот на одно пособие только для семьи с детьми бюджет республики тратит 1 миллиард 139 рублей. Это достаточно большая сумма для республики нашей сегодня. Поэтому это лишь только одно из пособий. А в целом социальных пособий по бюджету республики достаточно много, да? Я не говорю уже о заработной плате. У нас как был, так и остается бюджет при всех условиях социально ориентированным. – То есть это будут именно бюджетные деньги республики Саха-Якути? – Бюджетные деньги республики Саха-Якути, безусловно. Это наше бюджетное обязательство. – Ольга Валерьевна, отдельного внимания заслуживает такая категория людей, которая также является нуждающейся в помощи государства – это инвалиды. – Безусловно. – Особенно детки, которые имеют ограниченную возможность здоровья. И в нашей республике действительно слажено законодательство в этой области. То есть идет поддержка и так далее. То есть вот сейчас открывается новый реабилитационный центр в городе Якутске. И здесь возникает вопрос, не потеряет ли Нерингри свой достаточно мощный и нужный объект, я о Суваге сейчас, если детки из Нерингри будут переориентированы в центр? Об этом много говорят, не могу не задать этот вопрос. – Безусловно. Во-первых, детки переориентированы из Нерингри, Нерингри, Нерингри и Алданские. Те, которые территориально живут там ближе, переориентированы не будут. Детки же, родители которых вынуждены были летать из Якутска и из районов республики Нерингри, конечно же, будут обслуживаться там, где им легче, это город Якутск. То есть, по сути дела, за речную часть, в зависимости от того, как лучше будет для ребенка и его мамочки доставить ребенка в какой центр, в том центре, и будут, соответственно, эти дети находиться. Любые изменения вообще организационные, как таковые, они всегда вызывают ряд вопросов. Особенно, если там определенное происходит непонимание того, как это должно произойти. Вот я считаю, что и по Нерингри, по этому центру возникла та же самая ситуация. Было объявлено, может быть, немножечко не совсем корректно о том, что у нас в результате этого начинает в Нерингри реорганизация происходить. Да, реорганизация будет происходить, но это реорганизация. А прежде всего, не коснется ни в коей мере детей. А я считаю, что даже и разгрузит, и это позволит больше времени уделять детям, соответственно. Кроме того, обеспечит отсутствие вот этого постоянного переезда. Кто летал на Нерингринском рейсе, всегда знает, что это такой всегда шумный детский рейс. Это вот наши такие детки индига, они всегда такие великолепные. Их всегда видишь, их заметно. Но все равно любой перелет – это, соответственно, затраты. И, соответственно, любые такие действия, их нужно просто спокойно воспринимать. Не пострадают ни уникальные специалисты, ни наши уникальные дети. Просто неправильного вида информированности. Да, информированность, она у нас как бы там ни было, но она всегда у нас немножечко страдает. Ну и кроме того, конечно, когда работаешь где-то, и говорят, завтра будет та или иная реорганизация. Ну мы прекрасно понимаем, что даже по уровню депрессии, да, потеря работы стоит всегда на первом месте. Конечно, это будет вызывать вопросы. Человек, безусловно, думает о себе. Это будут какие-то вопросы. Ну и раз затронули тему людей с ограниченными возможностями здоровья, то есть детками, вот понятно все. У нас в Якутске есть реабилитационный центр для взрослых. Насколько мне известно, если я сейчас что-то не так скажу, у меня поправьте, насколько мне известно, туда практически невозможно попасть. То есть это квоты, это очереди и так далее и тому подобное. Что можно, как можно сдвинуть ситуацию? Есть ли в этом проблемы? И как ее, на ваш взгляд, можно решить? Да, где-то, наверное, полгода назад данный вопрос о том, что поступают жалобы относительно квот, относительно вообще наличия в якутске площадей реабилитационных центров, безусловно, уже вот все разговоры, наши совещания, нас очень часто обвиняют, да, очень много совещаемся, но все вот наши разговоры, совещания, они вышли на такой документ, как проект закона о комплексном социально-медицинском обслуживании граждан в республике Саха-Якуте. Для понимания граждан в том числе нужно четко знать, да, что в любом случае до момента объявления гражданина, признания гражданина инвалидом за его реабилитацию у нас, соответственно, отвечает Министерство здравоохранения республики. И, как правило, соответственно, те денежные средства, которые изначально на больного заложены, они заложены и на его реабилитацию. После того, как он становится инвалидом, реабилитацию осуществляет Министерство труда. Этот закон комплексный, он сможет скоординировать эти органы. Но бюджетные источники, конечно, всегда ограничены, поэтому будем привлекать частные. Вот это здорово. Спасибо, Ольга Валерьевна, за содержательную беседу. И я напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях была заместитель председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Ольга Балабкина. Оставайтесь с нами, мы обязательно поговорим о важном. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин